Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем третью главу второй Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. И стараемся немножко комментировать. Вторая Маковейская книга, как помнят те, кто знакомились с первыми двумя главами, не продолжает повествование первой Маковейской, а скорее заново, по-другому описывает те же самые события, о которых говорилось в первой Маковейской книге. Первые две главы носят такой вводный характер. Там приводятся некоторые письма, некоторые такие вот сведения, которые можно назвать предисловием, а сами события начинают описываться с третьей главы. И вот сегодня мы ее и будем читать. Итак, вторая Маковейская книга, третья глава. В то время, когда святой город с его жителями пребывал в мире, а законы тщательно соблюдались благодаря благочестию первосвящения Каонии и отвращению его к пороку, бывало, что и сами цари чтили место и прославляли храм, посылая щедрые дары. О каком святом городе идет речь? Конечно же, это город Иерусалим. Почему он свят? Потому что в этом городе находится храм и святыни, которые пребывают в храме. И не только вот в этом месте, но и во многих других местах в Священном Писании Иерусалим называется именно святым городом. Иерусалим пребывает в мире. Почему? Потому что тщательно соблюдаются законы. Какие законы? Конечно же, закон Божий. Те заповеди, которые даны были Моисею на горе Синай когда-то. И вот именно исполнением этих заповедей, исполнением закона Божьего обуславливается мир и благополучие Израиля. Или наоборот, потрясения, войны, трагедии. Начинается вот с некоторого благополучного периода. Потому что первосвященник Ония имеет отвращение к пороку. А если он сам ненавидит порок, если ему самому отвратителен порок, то значит и других, паству свою, он настраивает именно таким образом. Он чтит закон, и поэтому святой город в благополучии. И вот бывало, что и сами цари чтили место. Храм настолько почтенен, что вот как имя Божие иногда заменяется какими-то другими словами, скажем, небо, как говорил автор первой Маковейской книги, то и сам храм иногда заменяется таким другим каким-то словом. Вот здесь говорится место. Какое место? Именно храм. Бывало, что сами цари чтили место и прославляли храм, посылая щедрые дары. Ну, действительно, не только автор второй Маковейской книги, но и Иосиф Лавий довольно подробно об этом говорит, что многие великие цари, для которых Израиль, какая-то далекая провинция, начиная с Александра Македонского, посылали достаточно щедрые дары именно в Иерусалимский храм на поддержание жизнедеятельности, богослужебной деятельности этого храма. И в том числе и Антиох III, который называется Антиох Великий, глава селевкидской державы на тот момент, правитель селевкидский. Он тоже вот по поводу, в связи со своим восшествием на престол, тоже такие богатые дары послал в Иерусалимский храм. Так что даже селевк, царь Асии, из своих доходов покрывал все затраты до жертвенное служение. Но некто Симон из колена Бюге, назначенный смотрителем храма, поссорился с первосвященником из-за городского управления. И вот, поскольку ему не удалось взять верх над Онией, он пришел к Погонию из Тарса, который в то время был правителем Келесирии и Финикии, и донес ему, что Иерусалимская сокровищница полна несказанных богатств, так что там содержится огромное число неучтенных излишков, причем не предназначенных для расходов на жертвоприношение. И все это может оказаться в распоряжении царя. И вот начинаются первые сложности. как бы от такой вот мажорной ноты, все хорошо, священник Ония чтит законы, храм благополучен. Вот от этого мы переходим к первым уже описаниям драматических событий. Человек, которого звали Симон, из колена Бюге, кто этот Бюга, это спорят ученые, но есть и другие персонажи, вот истории того времени, про которых тоже говорится, что они происходят от того же самого человека. Вот он был смотрителем храма. Смотритель храма — это особая должность, по всей видимости, что-то наподобие современного эконома, как вот в монастырях православных, вот есть такая должность эконома, то есть человек, который следит за хозяйством. И вот этот Симон, он был управителем храма, смотрителем храма, то есть он занимался хозяйственной жизнью храма, старостом, можно сказать, и в том числе и финансовой жизнью. И вот он поссорился с первосвященником, ну, очевидно, из-за этих самых денег, из-за этих самых вопросов управления. Он считал, что эти деньги можно брать, тратить, а первосвященник, видимо, защищал неприкосновенность храмовых сокровищ. И поскольку вот не удалось этому Симону добиться от первосвященника того, чего он хотел, то он отправился к некому ополонию и сказал, что много сокровищ в храме, что можно их захватить, завладеть им, передать их царю, тем самым снискать благоволение у царя. Вот. И таким образом вероломно этот Симон поступил. О погоне, встретившись с царем, сообщил ему о деньгах, о которых ему донесли. Тогда царь, выбрав Гелиадора, поставленного управителем, пасхал в Иерусалим приказа вывезти вышеупомянутые деньги. Гелиадор тотчас отправился в путь, будто бы для того, чтобы объехать города, Келесири и Финикии, а надеялись, чтобы исполнить замысел царя. Ну вот о том, что есть богатые сокровища в Иерусалимском храме, управитель храма, то есть тот человек, который должен был, наоборот, печься о возрастании храмовых богатств, вот он доложил этому человеку, донесли царю, и царь направил специального посланника, чтобы ограбить храм, чтобы вывезти часть этих средств. Гелиадора. И вот по прибытии в Иерусалим дружелюбно принятый первосвященником города, тем самым который чтит закон праведным первосвященником, он сообщил ему, о чем было доложено, и открыл, чего ради явился, причем спросил, действительно ли дела обстоят именно так. Тогда первосвященник предупредил его, что веренное на хранение имущества принадлежит вдовам и сиротам, а кое-что Геркану, сыну Тобии, человеку, занимавшему чрезвычайно высокое положение, и вопреки клевете, возведенной нечестивым Симоном, там всего 400 талантов серебра, и 200 золота. Обиджать же тех, кто доверяет святости места, достоинству неприкосновенности храма, почитаемого по всему миру, совершенно немыслимо. То есть Гелиадор, посланный специально, чтобы ограбить храм, встречается с первосвященником, и первосвященник ему сообщает, как обстоят дела, что да, действительно, есть средства в сокровищнице храма, но эти средства предназначены для поддержания вдов, для поддержания сирот, а еще там есть средства, которые были туда внесены одним вот богатым, обеспеченным человеком, Герканом, сыном Тобии. Банков тогда не было, и некоторые люди вот хранили свои деньги в храме, полагая, что это самое защищенное место, что уж из храма никто воровать не будет. И денег там тоже не так уж и много, как об этом было доложено царю. Вот так сказал первосвященник. Обижать тех, кто доверяет святости места, достоинству и неприкосновенности храма, совершенно немыслимо, говорит первосвященник. И действительно, вот было такое понимание, что храм является местом убежища. Если туда спрятался какой-то человек, то уже не могут его взять и предать какой-нибудь казни или наказанию. Формально, мы читали об этом в первой Макавейской книге, право убежища было предоставлено Иерусалимскому храму позже, но иудеи считали, что такое право у Иерусалимского храма есть, потому что такими же правами обладали языческие храмы во всех крупных городах того вот мира. Гелиадор, имея царские приказы, твердил, что в любом случае следует забрать в царскую казну. Даже эти деньги, которые для вдов, для сирот, даже эти деньги, которые туда были положены частным лицом, как мы сейчас сказали бы, все это должно принадлежать царю. Он уверенно хочет совершить святотатство, то есть похищение имущества из святого места, из храма. Назначив день, он вошел внутрь, чтобы устроить пересчет сокровищ. По всему городу поднялось великое волнение. Священники, пав ниц перед жертвенником в священных одеяниях, взывали к небу, установившему закон в целости и сохранности, сберегать имущество тех, кто поместил его в храм. Ну вот Гелиадор все-таки входит в храм, собирается провести ревизию храмовой сокровищницы. Священники молятся в этот момент, обращаются к небу. Мы уже упоминали, что словом «небо» в то время было принято как бы заменять имя Божие, священное непроизносимое имя Божие, которое настолько свято, что произносить его нельзя. Вот как чем его заменить? В частности, вот это слово «небо» использовалось. Священники молятся к небу в этот момент и особенным образом переживает первосвященник, тот самый, который так заботился о храме, об исполнении закона. Тому, кто смотрел на лицо первосвященника, было отчего испытать душевную боль. Его взгляд и изменившийся цвет лица выдавали в нем душевное смятение. Действительно, муж этот был охвачен каким-то ужасом, тело его дрожало, отчего, смотревшим на него, была ясно видна мука, подступившая к его сердцу. Первосвященник переживает таким образом, что это вот так драматически отражается даже на его облике и внешнем виде. У него изменился цвет лица, он дрожит. Так он переживает то, что вот этот чужеземец, посланный от чужеземного царя, вошел в сокровищницу храма. Дело даже не только в том, что он хочет взять какие-то средства, а даже факт того, что вот этот язычник там находится в храме, уже является осквернением. «Между тем народ гурьбой высыпал из домов на всенародное моление, ибо поругание грозило месту. Женщины, повязав себе под перси в рейтище, заполняли улицы, а из девушек, сидевших в заперти, кто бежал к воротам, кто на стены, а кто воссовывал свой закон. Все они, простирая руки, к небу творили молитву». То есть весь народ был возмущен и переживал по этому поводу. По какому поводу? Что будет ограблен храм? Ну, прежде всего, не это. Прежде всего, потому что месту грозит поругание. Вот это еще больше является причиной смятения, волнения и переживаний. Деньги — это, конечно, важно и очень печально, если будут похищены деньги для вдов и сирот из храма. Но еще хуже, вот сам факт осквернения, поругания этого священного места. Девушки, совсем молодые, как правило, находились в заперстине, могли свободно гулять там, где им вздумается, так как это и до сих пор бывает в некоторых вот таких исламских, скажем, очень строгих странах. Вот, женщины, замужние, уже выросшие, они могут свободно перемещаться. И вот в данном случае и женщины, и одели на себя особую покаянную одежду, и девушки, все-таки не так уж строго они там содержались, вот стали высовываться из тех мест, где они вот находились, высовываются из окон. И вот весь народ молится, переживает, волнуется, потому что храму грозит исквернение. Они умоляли Господа, сердце сжималось при виде толпы, валяющейся ниц, как попало, и первосвящение каждуюся в мучительном волнении. Они умоляли всемогущего Господа в целости и в полной сохранности сберечь доверенное храму имущество для тех, кто его доверил. А Гелиадор исполнял задуманное. Но как только он с копьеносцами оказался в сокровищнице, властелин духов и всякая власть сотворил великое явление. Все, кто дерзнул войти туда вместе с ним, пораженные силой Бога, обмякли от ужаса. Ведь перед ними пристал конь в прекрасной сбруи, со всадником, внушающим ужас. Прянув вперед, он ударил Гелиадора передними копытами, причем верховой был, казалось, во золотых доспехах. Еще двое юношей пристали перед ним необычайной силы, блистательной красоты, великолепном облаченье. Страв по сторонам, они непрерывно хлистали его бичами, нанося ему множество ран. Внезапно он нарухнул на пол, великая тьма вяла его, и тогда его подхватили и положили на носилки. Кто только что, с большой свитой, со всеми телохранителями вошел в вышеупомянутую сокровищницу, был вынесен, неспособным помочь самому себе. Так в яве изведал он могущество Бога. И вот такое чудо описывается вот здесь, в третьей главе Второй Маковейской книги, когда этот Гелиодор вошел в сокровищницу, и вот весь народ, первосвященник, все-все, как только что мы услышали, молились, обращались к Богу, чтобы Господь не дал храмного поругания. Вот эта молитва была услышана. И какие-то вот особые силы, видимо, ангела, принявшие облик всадника на коне, и еще двух мужей, вот наказали этого похитителя, побили его, исхлестали. И вот он рухнул на землю, великая тьма его объяла, скорее всего, речь идет о боббороке, он перестал видеть, и его на носилках выносят из этой сокровищницы. Ничего он не украл, ничего он не добился, никакую ревизию даже не провел, а вот в таком очень плачевном виде оттуда был изнесен. Такое вот чудо «И вел Господь по молитвам всего народа». И, может быть, здесь не случайно говорится об этом, потому что буквально через несколько глав мы узнаем о том, как Антиох IV Епифан вошел в храм, и так же, как Гелиадор желал ограбить этот храм, но уже никто не молился. Развращение, отступничество, предательство, вот что царило тогда в иудейском обществе, и никто не молился, никто не воздевал к небу руки, и вот тогда Господь не защитил храм, и никакого чуда не было явлено. А вот здесь, пока еще вот исполняется закон Божий, пока еще люди живут заповедями, данными от Бога, пока еще их молитва, прежде всего о том, чтобы было не поруганно святое место, вот Господь являет такое чудо. Гелиадор изведал могущество Бога, и вот божественная сила повергла его безгласнейшего, лишенного всякой надежды на спасение, а иудеи благословляли Господа, прославившего место свое, и храм, за миг до того, охваченный страхом о смятении, с явлением Господа Вседержителя, преисполнился радости и ликования. Но вскоре некоторые святые Гелиадоры стали просить о Нью, чтобы он умолил Всевышнего даровать жизнь простертому уже при последнем издыхании. И тогда первосвященник, опасаясь, как бы царь не подумал, что это иудеи, причинили Гелиадору какое-то зло, совершил жертвоприношение во спасение этого человека. меняет свою молитву первосвященник. Только что он молился о том, чтобы храм не был осквернен, о том, чтобы средства храмовые, помещенные в храм людьми, остались бы там. А теперь он молится о том, чтобы Гелиадор был помилован. Это еще эпоха Ветхого Завета. Для Нового Завета это как бы норма. Господь говорит, молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. И для христианина это как бы является нормой жизни, такая вот вышеестественная добродетель, вышеестественная любовь. И сам Господь, когда его распинали на кресте, Он молился о своих распинателях и говорил, Господи, прости им, не ведают бы, что творят. А здесь, казалось бы, еще Ветхий Завет, но тоже священник Уния молится о грабителе, молится о осквернителе, молится о гонителе, приносит за него особую жертву. И действительно, по молитве первосвященника, после принесения искупительной жертвы, Гелиодор помилован. Пока первосвященник приносил искупительную жертву, Гелиодору снова явились те же самые юноши, облаченные в те же самые одежды. Став рядом, они сказали, «Воздай великую благодарность первосвященнику Унии, это ради него Господь даровал тебе жизнь, а сам, высеченный посланцами неба, возвещай всем о великой силе Бога». Сказав так, они исчезли. Вот так чудо было явлено, когда Господь защитил храм. И вот еще одно чудо, что этот Гелиодор помилован по молитве первосвященника, и эти небесные посланники исчезли. Тогда Гелиодор, принеся жертву Господу, обетовав величайшие обеты тому, кто сохранил ему жизнь, попрощался с Оней и вернулся с войском к царю. Перед всеми засвидетельствовал он дела величайшего Бога, который видел собственными глазами. Когда же царь спросил Гелиодора, кого следовало бы отправить в будущем в Иерусалим, тот ответил, «Если у тебя есть враг или заговорщик против власти, пошли его туда, и он вернется к тебе высеченным, если, конечно, останется в живых, поскольку место действительно окружено некой силой Бога, ибо Он, обитающий на небесах, Сам – страж и опора места, и те, кто приходят за злым умыслом, Он сражает своим ударом». Ну вот, Гелиодор не просто помилован, но он и исполнил то, что ему сказали эти посланцы небесные, наказавшие его. Он действительно исповедовал и открыто рассказывал о всем, что пережил, все, что с ним случилось, и когда царь спрашивает его, кого мне теперь туда послать, вот ты не смог, не справился, ты провалил эту миссию, не принес мне деньги из храма, кого-то теперь другого мне надо послать. Гелиодор говорит, ну, если у тебя есть враг или предатель, вот какой-то человек, а ты желаешь наказать, вот тогда его пошли, он переживет то, что пережил я, или даже хуже. Потому что сам Бог защищает место. Мы уже сталкивались, да, словом «место» обозначается храм Божий. Вот так обстояло дело с Гелиодором и сохранением сокровища. И вот этим заканчивается третья глава второй Маковейской книги. Это видео мы записывали для библейского портала «Экзегет», и читали мы книгу в переводе Рогинской и Шмайной Великановой.